Я нажал на кнопку записи, поэтому мы спокойно можем записать. Пожалуйста, представьтесь. Я благодарю вас, приветствую, благодарю за то, что вы такой есть замечательный, идеальный человек, говорю совершенно искренне. Я журналист с 25-летним стажем, живу в Нур-Султане. Как здорово, прямо такое удовольствие с настоящим журналистом. 20 лет стажа, это же не шутки. 25 уже, 25. 25-25. Работала, начинала там с городской газеты с еженедельника. И, в общем, ведущих, самые, которые лучшие СМИ Казахстана есть. Я в них уже поработала, имею стаж, имею там портфолио, как бы солидное портфолио. Вот, это не суть, важно. И пришел момент, когда я решила оставить работу. И заняться своим творчеством, чтобы появилось в жизни больше творчества. У меня свои проекты есть, документальное кино началось снимать. Один фильм вышел на экран, и потом у вас второй недоделанный лежит. И я решила оставить работу. Это был очень сложный шаг, такой, ну, непростой для меня. Я его сделала, ну, как бы было на душе очень как-то смятение, все такое, какая-то где-то неуверенность, может быть, в себе проскальзывала. И вот как-то сын мне подсказал, увидел вот ваши ролики. Вот такой есть человек замечательный. Вот, надо послушай. Мама, я это применять, пробовать. Это просто удивительный метод ваш, просто замечательный. Я делала ваши методы, пробовала, как там у меня получалось, хорошо или плохо, до идеала далеко. Но я пробовала. Потом, значит, сделала один раз этот метод, пять минут, как могла там эти упражнения. И пошла в парк, я занимаюсь физкультурой, сама, значит, стараюсь себя держать в форме. И думаю, что это у меня слезы текут, что такое у меня, все нормально, все хорошо у меня, что я плачу. А потом поняла, дальше слушала ваши ролики, их очень много, все очень полезно. Это просто не передать словами, надо просто испытать на себе. Не знаю даже как. Вот, волнуюсь, простите. А вы поняли потом, что слезы пошли, потому что разгрузка пошла, да? Да, это все эти зажатости, которые работа ответственная была. Мне все хорошо, там все у меня на работе ценили, грех жаловаться, ну вот так вот как-то. И все лучше и лучше. Знаете, ну не знаю, как вот, больше появилась уверенность. Я была как-то уверенная, ну не знаю, где-то зажала себя, был период, может, переживала свои внутренние потребности. Потребность души раскрываться. Это было зажато. И пришло время, когда я уже просто чувствую, не могу больше, пора раскрываться. Ранести в мир что-то, то, что я могу, что у меня есть. И чувствую, что это есть у меня какой-то потенциал. И вот вы здесь просто без вас как бы не обойтись, Александр Ильич, говорю искренне. А вот скажи, пожалуйста, во-первых, как это может быть такое, что такая красивая женщина может быть зажатая? Вот мне интересно, эта женская тайна в чем заключается? Хороший вопрос, Кусын Петрович. Спасибо вам за комплимент. Ну и еще вопрос у меня есть. Хорошо, попробуй объяснить. Я очень суперответственный, гиперответственный человек. Есть у меня такая слабость? Если я что-то пообещала, вот почему появляется вот эта зажатость, как вы говорите, да? Эти вот спазмы. Если я кому-то пообещала, я спать не буду. Я потом все, я не буду обещать. Если я не могу сделать, я потом попробую. Думаю, это вранье. Я попробую, а вдруг я просто не хочу. Даже пробовать не буду. Мне некогда. Я очень много работала. Вот это вот. Не знаю. Прекрасный ответ. Это просто чудесный ответ. Спасибо вам большое. Я думаю, мы не зря с вами сейчас поговорим. Потому что я как раз занимаюсь вопросами, как занимать зажатость в экстремальных условиях. Когда у человека есть какие-то… Ну, когда он один дома сидит, там думает о своем, чай пьет, там смотрит хорошие ролики. У него все в голове в порядке. И он точно знает, что он будет делать завтра и все такое. А вдруг наступает ситуация. Время резко сжимается. Ему надо в данный момент быть готовым, думать, соображать хорошо, быть раскрепощенным. И в этот момент резко поднимается напряжение. И поэтому возникает зажатость. Потому что резко поднимается мобилизованность. Хорошая вещь, адреналин. Все-таки это мобилизованность. Но когда она перекрывает, у нас появляется зажатость. И люди часто страдают от этого. Что вот они вроде бы и свободные люди. А в какие-то моменты резко мобилизованные. И поэтому спазмы возникают. И мы как раз и занимаемся тем, как научить людей, чтобы они именно в неожиданных ситуациях и в экстремальных ситуациях могли сохранять внутреннюю гармонию. Это наша наука и моя профессия. И наша школа «Человек будущего» хомофутурус именно этим занимается. Чтобы люди могли быть внутри свободными в условиях жестких, стесненных обстоятельств. Это очень важно сегодня для всех. Да. Эта школа вот именно в наше время непростой. Не будем. Все это знают, как бы этот весь контекст международный и весь прочий там, ну не знаю, духовный. Все понимают, о чем идет речь. И вот поэтому сейчас, по-моему, это вот самое то, что необходимо каждому человеку. Понимаете? Много очень смотрят. Много в интернете всяких вещей. Психологов, там, коучей. Вы знаете об этом. Разного уровня. Ну вот такого вот как бы идеального человека, вот как вы. Где симбиоз стольких всех наук, там, и опыта этого, и потрясающей вашей харизмы, и вашего обаяния, вашей сердечности, вашей доброты, которая вот из вас идет. Она струится, ее не скроешь, не спрячешь, ее не сыграешь. Понимаете? Она у вас. Ее не сыграешь. Вот это у вас есть. Это вот людям не хватает всем разным, всяким в разных ситуациях находящимся. Я вот это вот почувствовала и думаю, я хочу еще, я как журналист, но я могу еще рассказать тех, кто меня знает. Много тысячи людей знают и буду говорить, и они будут дальше делиться. Пусть еще хоть моя эта капелька будет. Вот моя цель. Вот что я могу. Вот с вами поговорю. Я сама поговорила. Я сама это исполнила на себе. У меня будет успех благодаря вашему методу на новом уровне международном. Точку поставила я победой в международном конкурсе, поставила точку в своей карьере. И все, и ушла тут же через две недели. На новый уровень. И вот первый человек такой гениальный. Благодаря Господу благодарю, что он вот мне вот так вот допустил с вами пообщаться. Просто счастливо. Спасибо, спасибо. Вот видите, я уже узнал, что вы международный конкурс победили. Я не подумала никогда. Это был первый конкурс. И вот так пока так. И теперь я в свободном времени. Вот в свободном. Я говорю, и книги писала там по заказу. Там в общем ничего. Я могу. Я раскрою свой потенциал. Я хочу его раскрыть. Благодаря вашему методу. Это убрать зажатости, которые у меня были. И вот больше как бы. Я себе, Александр Иванович, я не знаю, насколько это вот как вы оцените, как психолог. Сейчас. Я говорю. Вы меня похвалили. Я сейчас отвлеку вас на секунду, чтобы вы немножко. Я не похвалила, я сказала правду вам. Я знаю, я знаю, я знаю. Я чувствую искренние отношения. Спасибо вам большое. Просто вы меня похвалили, мне тоже легко стало. Знаете почему? Потому что комплимент всегда всем приятен, правда? Даже те люди, которые говорят, что мне не важно, похвалят меня или нет. Нет, на самом деле это важно, правда? Может, да, да, да. Ну, конечно, но это же подтверждение, что человек есть. Ведь когда его хвалят, что ты молодец, это подтверждает, что он не зря живет, что он есть. Да, конечно, это очень важно любому человеку. Особенно детям, когда их больше хвалят, чем ругают. Когда детей больше хвалят за хорошие поступки, чем ругают за плохие. Больше ориентируют на именно востребованность неплохих, а хороших дел. А когда больше ругают за плохие, это как-то получается не так. Но есть люди, когда перехваливают детей. Часто хвалят, часто хвалят, когда надо и когда не надо. И потом у детей возникает ощущение собственной самооценки высокой. Беспричинный. И у них теряется компас адекватности. Это такое бывает. Я вам расскажу один маленький случай, смешно. Меня привезли проконсультировать одного дяденьку. Большого-большого начальника. Это не случайно я говорю, что он большой начальник, потому что он сказал мне, мне нужно понять, чтобы ты дал мне совет. Мой внук просто разбалованный или у него болезнь какая? Ага, поняла. Я говорю, ну покажите мне своего внука. И вдруг влетает в комнату и сразу на стол спрыгивает мальчишка. И на столе начинает плясать, независимо от того, что мы сидим разговариваем. И этот дедушка с таким умилением, так на него смотрит, что я сразу понял, что пацан просто разбалованный. Понятно. Да, поняла. Я ему сказал, что я ничего. Ну это же так бывает, распалованный вплоть до психической пограничной зоны. Если я не обращаю внимание на людей, вот так себя ведет. Понятно. Я извиняюсь, что я перебил. Нет, что вы, что вы. Хотела спросить, вы знаете, просто как вот хочется, чтобы вы пожили как можно дольше. Вообще 150 лет, там 200 лет, сколько вот, дай бог, чем больше, тем лучше. А вы вот о себе беспокоитесь, вы столько людям помогаете, да? Столько у вас роликов, столько консультаций. Вот просто это хорошо, но хочу, чтобы вы вот мои вот искренние желания о себе подумали, чтобы вы это высыпались и чтобы у вас было время на отдых, на восстановление. У вас это есть? Вы можете себе это позволить вот в нынешней востребованности своей, на мировом уровне? Как бы так. Нет, нет, я, конечно, высыпаться не могу, как и все люди. Просто я пытаюсь иногда выспаться, потому что я понял закономерность. Если человек не высыпается, у него нарушается гармония мышления. И поэтому он больше в тревожных состояниях находится. И поэтому, когда он решает какие-то вопросы, у него шаблонное мышление. У него много стереотипов. А если человек высыпается, у него появляется такое вот... Энергия появляется, как у детей более свободная. Игривость появляется, у женщин кокетливость появляется, притягательность появляется. Женщины все становятся неповторимыми. А когда они не высыпаются, когда они уставшие, когда они очень напряженные, они все одинаковые. Надо высыпаться, это обязательно. Это вы правильный вопрос затронули. Люди не обращают на это внимания. Потому что они живут моментом, и они думают, завтра высплюсь, завтра высплюсь, завтра высплюсь, завтра высплюсь. А это же накапливается. И потом оно срабатывает, как имена замедленного действия. Потом у него кризис бывает, давление подскакивает, давление подскочило, а он и не знал, что давление. У него страх появился. Его вышибло из привычного состояния, нормального равновесного состояния. И он не понял, что с ним случилось. Ему плохо и все. Мир на него рушится. У него паника. Ему измерили давление, и кто-то ради успокоения ему сказал, не, не, у тебя все в порядке, будет все хорошо. А у него вопрос остался. Со мной такое было. У него формируется фобический синдром. Он потом не знает, и каждую секунду ждет, что опять страх навалится, и не знает, что с этим делать. Вот такие люди тоже к нам попадают. Потому что не высыпались. Я просто посчитал необходимым это сейчас сказать. Думаю, ну, мы разбеседуем. Почему бы мне для всех это не сказать? Высыпайтесь, друзья. Потому что, когда человек высыпается, он мыслит уже с меньшими шаблонами. Он мыслит более творчески. А шаблонами он мыслит, потому что энергии не хватает. Если он не выспался. И легче мыслит шаблоном автоматически. Потому что энергия не нужна. Это автомат. А для того, чтобы он был человеком, надо высыпаться, конечно. Вот другой вопрос. Как ему быть в этих условиях, когда не дают высыпаться? Дежурство, обязанности у вас там выступить, книгу написать, документальный фильм сделать. Вот то, что вы занимаетесь как журналист. Устоятельства могут зажали и не дают высыпаться. Что делать тогда? Ну, во-первых, надо знать о том, что надо высыпаться. Это уже хорошо. Потому что молодые не все это знают. Молодые не все это знают, потому что это приходит, опыт жизни приходит постепенно. Если молодые знали, а старые могли, поэтому и проблем в жизни не было. Правда? Причем поговорка. Если молодость знала, а старость могла. Конечно, у них энергии много. Они думают, да при чем тут уставаемость? А вот Зельдин, которому было за сто лет, который в это время в столетнем возрасте на сцене играл, он сказал. Тогда его спросили, а как вы так можете? А он тогда сказал, не утомляйтесь. О, Боже. Да. Ничего я слова. Да, вот поэтому я говорю, что хочется, чтобы вы жили как можно дольше, принесли больше пользы людям и себе, и радость себе, чтобы вы жили в такой гармонии, как вы. Я думаю, вы сейчас живете, находитесь, потому что вы востребованы. Это вам силы дает. Вот я так чувствую, наверное, так и есть. Да, поэтому у меня есть волшебное зеркало. Какое? Включаю компьютер, даю положительные отзывы. Ага. Когда мне там все пишут, как они меня любят, у меня появляется энергия. Ну, поэтому человек, социальное существо, без поддержки не может. Конечно, конечно. А когда вы еще, прошу прощения, а когда вы успеваете свои чудесные картины еще писать, помимо всего прочего, что вы делаете? Как вам это удается время находить на это? По ночам, наверное, за счет сна или как? Нет, я днем отдыхаю, вечером я работаю с 20 часов и до рассвета, до утра. А, то есть у меня сдвинутый режим. А вы до утра не спите? Нет, нет, я всю ночь работаю, благодаря этому ночью мне никто не мешает, основному активно не мешает. И поэтому я могу ролики записывать, выдавать нашу школу, бесплатную помощь оказывать и так далее. Книги писать и картины рисовать. Я начала за вас вообще волноваться. Никак нельзя? Нет, это у меня с детства была такая сдвинутость. А, вот это понятно, понятно. Сдвинутость была за счет, видимо, ну я когда в детстве не досыпал, у меня мушки перед глазами плавали. И на первых уроках в школе я мучился. Я думал, ну когда же перемены, когда перерыв, чтобы подвигаться. Мы заставляли нас сидеть ровно, сосредоточено. И мне 45 минут тяжело было так сидеть. И еще 5 уроков, когда вообще тяжело бывает. И в институте, когда я учился на первых лекциях, надо было утром встать, поехать и так далее. Ну, в общем, короче говоря, для меня это была всегда проблема. Видимо, у меня была родовая травма. Видимо. С чего бы это у меня, как у ребенка, уже были бы такие вот плавали мушки. Наверное, много людей таких, как я, которые не жалоранки, а которые совы, которые совы. А есть промежуточные, которые могут и так, и так. Ну, я был очень сова, я всегда был сова. Но, видимо, у меня проблемы. Это потом проявилось в жизни. Ну, даже в таком режиме человек существует, живет, да, можно даже вот так, да, ночью. Можно это, да? Хотя, говорит, наоборот, лучше раньше ложиться, раньше вставать. Такие вот есть установки, какие-то шаблонные вот эти вот есть правила. Я не знаю, как это. Это такая глупость. Это как? Ну, конечно, биоритмы никуда не денутся. Есть люди, которые от рождения, от рождения имеют травматизм, как я. Есть люди, у которых нет таких травм. Поэтому они могут рано вставать. Потом женщины чаще рано встают. Всем надо там детей накормить, там это все. У женщин чаще бывает раннее вставание. Но еще раньше встают те, которые потом встают начальниками. Ага. Почему? Ну, потому что раньше у нас как было, мы жили в Советском Союзе. Но если человек рано не вставал, как он мог прийти на работу, чтобы все на него равнялись? Если у нас министры были высокие такие, встатные, рано вставали. Ну, представьте себе, если человек рано не встает, как он может министром стать? Понятно. Ну, это как социальная среда влияет на востребованность у человека тех или иных качеств. Конечно. Ну, один Сталин говорит, только вечером работал в кабинете. Я не знаю, это по легенде может быть или нет. Но он как раз таки вроде бы все спали, а у него в кабинете свет горел. Я не знаю, может это легенда. Уже не проверишь, конечно, насколько правда. Может, нет, да. Я просто хочу сказать, пользуясь случаем, что вопрос, когда вставать, когда ложиться, конечно, очень сложный. Ложиться надо тогда, когда хочешь спать, и вставать надо, когда хочется проснуться. Мы часто просыпаемся по звонку, мы часто просыпаемся, потому что нам надо, а не потому, что мы хотим встать. Вот это несоответствие между режимом дня и потребностями организма и модами, и советами чужими. Тоже помогает. Я себя так тренировал в детстве. Я вставал, несмотря на то, что я хотел спать. Я еще вставал в 6 утра и бегал, потому что было модно бегать по утрам. Я бегал, я с ума сходил. Я вот это бегу и заставляю себя, и бегу, и бегу, и заставляю себя. А потом проходил и полчаса обязательно высыпался, чтобы в себя прийти. А мне, оказывается, надо было бегать вечером. Интересный момент. Да, конечно. Вот Буш, президент, был старый, старый. Так он тоже и добегался, пока у него там с проблемой сердце не было. Потом перестал бегать. Кому как дается. Вот в этом как раз-таки китайская мудрость. Они говорят, спать надо, когда хочется спать. Вставать надо, когда хочется вставать. И кушать надо, когда хочется кушать. Но чтобы чувствовать, когда тебе хочется, надо уже быть внутри свободным. Чтобы компас правильно работал. Потому что люди, которые курят, пьют, у них компас ломается. Они не чувствуют. Ну, я не буду вас этим перезагружать. Это интересно, все интересно. А на чем сейчас? Надо какой книгой работаете? У вас много книг уже? Сейчас что пишете? Есть свой опыт туда, да? Аккумулируете, может быть, как-то, да? Или какие-то... Вы знаете, что вот... Я сейчас пишу книжку, вернее, главу в книгу, которую мы пишем вместе с моим другом, коллегой. Она офтальмолог, профессор. И она в своей докторской диссертации в свое время этот ключ тоже использовала. И мы дружим много лет. И сейчас появилась идея, чтобы мы сделали совместную книгу. И там у меня голова, как же помочь людям со зрением, чтобы меньше зрения уставало, и восстанавливать зрение, когда нужно. Потому что... Да, интересно будет. Потому что как и зрение, так и много и других нарушений в организме человека очень часто возникает по причине перенапряжений, утомляемости и страхов. Потому что страх неопределенности, вот как сейчас, например, он хороший фон, который создает самовнушения негативные. И за счет этого психосоматические нарушения. Понятно. Поэтому многие люди, например, когда услышали про ковид, про всякие неприятности, они стали болеть. У них обоняние стало меняться, у них стало то меняться. То есть у них стали появляться те симптомы, которые рассказывали на фоне страха. И действительно появляются. Потому что страх выбивает человека из равновесия. Он становится очень внушаемым. А тут ему рассказывают симптомы, какие бывают. И он начинает у себя их находить. Накручивается. Или, например, когда человек споткнулся, у него колено заболело, выбился из равновесного состояния. И стал себе накручивать. А вдруг теперь завтра еще сильнее будет болеть? А вдруг я на работу не дойду? А вдруг я в больницу попаду? Накручивают, накручивают. И действительно через неделю уже ходить не может. Сам запускает механизм у себя эти, да? Сам себе. Психосоматика. То же самое со зрением. То же самое со зрением. Очень много нарушений зрения за счет психосоматических самонакручиваний. Поэтому мы эту главу туда делаем со зрением. Там у него свои главы в основном. И фитотерапия у нее, и всякое другое. Но это для всех книга. Не лечебник по глазам. Для всех. И там эта глава, чтобы люди избавлялись от счастья психосоматических нарушений зрения. И у многих на самом деле зрение улучшается. Это полезная тоже будет штука. У вас там нет неполезных вещей. У вас все полезно. Здорово. Как здорово, что вы такой есть человек. Просто замечательный. Гениальный. Это по простой причине получилось. Потому что я всю жизнь был зажатый. И всю жизнь старался быть свободным. Потому что у меня дух свободный имеется в виду, что я мыслящий человек. У меня дедушка был добрый такой. Бабушка Трудягова и дедушка Трудягова. У него даже орден Красного Трудового Знамени был. Но он говорил бабушке, дай детям играть в детстве. Я поэтому и дедушке благодарен, и бабушке благодарен. Потому что вот эти качества у меня собрались. И свободность, и трудолюбие. И поэтому я был зажатый и свободный внутри. И всю жизнь боролся с собой. Как же мне воспитать себе раскрепощенного человека? Я завидовал этим людям, которые космонавты, например. Герои Советского Союза. Мальчишки во дворе храбрые. Девчонки, которые по деревне лазают. А я боюсь лазить высоко. Потому что у меня оказывается кровоснабжение мозга нарушено. Простите. Будьте здоровы. Хочу, чтобы, как этот самый Франциск говорил. Святой Франциск. Хочу, чтобы люди были здоровы и любили друг друга. Самое главное. Самое главное, да. И вот представьте себе. Я всю жизнь боролся с самим собой. Чтобы быть раскрепощенным. Поэтому я и придумал метод души. Нет. А вот я вам сейчас дам совет. А я вам сейчас дам совет. А я вам сейчас дам совет. У матика уже пошла, волнуйся. Ну, смотрите как, да. У меня такое тоже бывает. У меня такое бывает. Что я делаю в таких случаях? Сейчас я научу. В таких случаях надо перебить эту доминанту, которая возникает, другой доминантой. Вот так. Все пальчики обожмите. Обожмите, пожалуйста. Все пальчики до боли, до боли. Обожмите вокруг ногтей. Появляется вторая доминанта, конкурирующая с этой, которой вы уже начали накручиваться. Вы создали вторую доминанту. Теперь мозг распределяет энергию на две. И та доминанта, которая собиралась накручиваться, расширяться, она обеспечивается. Сейчас легче будет выкашливаться. Да, вот так. Огромное. Конечно. Да, и знаете, тут еще одна точка есть. Хэгбу. Вот она между этим пальцем и этим пальцем. Это я одновременно вас и отвлекаю? Чувства приводите. Когда отвлекается человек на что-то, он забывает себя все время проверять, хожу я или нет, и напряжение снимается. То есть мы одновременно делаем две вещи. Отвлекаем и нажимаем. Таким образом, получается, мы даем возможность организму восстановиться. Здорово. Потому что, когда человек включается в проблему, которая у него есть, то он не позволяет организму восстановиться. Вот мы отвлекли этим и отвлекли тем, что я рассказываю. Спасибо огромное. Я перестала кашлять. Все прошло. Вот видите. А если бы вы продолжали волноваться и прислушиваться, вы бы кашляли или не кашляли? Приятно вас вообще очень слушать. И все равно волнение. Потому что не каждый день с таким гением общаешься. Не каждый день. С известными много общалась. Но с такими впервые. Поэтому волнуюсь. Понятно, вы понимаете. Вот. Давайте заходим подарок от Бога, что с вами общаюсь. Вы знаете, я... Злоупотребляю ваше время. Я бы очень хотела еще поговорить с вами. Если вы позволите, может быть, через какое-то время я... Может, какие-то вопросы такие конкретные, там что-то, которые волнуют всех, обращусь. И вы мне, может, минут пять-десять уделите. И мы просто еще поделимся другими. С удовольствием. Вы очень хороший человек. Я поэтому с удовольствием. Спасибо огромное. Я не могу себе так сказать. Ну, как, не знаю. Спасибо огромное. Ну, что вы. Вы очень скромные. Очень скромные. Да, это удивительно. Пожалуйста, Казахин Ильич, не слушайте. Это очень хорошо. Вы знаете как? Вот так получается. Я анекдот вспомнил. Как говорил отец сыну, который спал, а отец ему говорит, вставай, лентяй. Кто утром, говорит, встает, тому Бог дает. Вот, говорит, сосед вчера, говорит, рано утром встал и кошелек на дороге нашел. А сын ему отвечает с постели, потягиваясь. Наверное, встал кто-то раньше него и потерял, говорит. Хорошая мысль. Понятно. Ясно, Сыныч. Спасибо вам огромное. Не буду злоупотреблять. Я могла бы вас слушать, наверное, сутками. Даже забыла о чем там, что там надо, чего делать, не делать. Просто это потрясающе. Я вам скажу, вы такая обаятельная, обворожительная, что вы меня включили. Видите, как я разболтался. Вы, как журналист, меня раскрыли, да. Я верю вашим словам, Казахстан, что вы, верю, верю, вы не можете мне врать. Конечно, говорите правду. Если вы так чувствуете ваши ощущения, я принимаю. Не буду отбрыкиваться. Принимаю ваши ощущения. Мне очень приятно, конечно. Спасибо вам большое. Мы задружились, будем дружить. Я надеюсь, вся наша школа... Давайте дружить. Я предлагаю вам дружить, Казахстан. Давайте. Спасибо. Как говорилось в анекдоте, они сначала дружили, потом стали встречаться. Все может быть. Спасибо огромное. Юмор украшает беседу. Юмор украшает беседу, юмор приветствуется. До встречи. Спасибо огромное. До встречи. Дай Бог здоровья вам. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Надеюсь, увидимся. Спасибо огромное. До встречи. Всего доброго. До встречи.